МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа «День с толком» в студии Елены Кузовкина. Здравствуйте! Смотрите выпуски. Теперь в степной зоне в крае открыт еще один ковидный госпиталь. Детсад не работает, в школе сокращенные уроки, в домах не разуваются, холодные будни поселка Пруцкой. Незаконный выигрыш и потеря. Стоит ли пользоваться замаскированными игровыми автоматами? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На Алтае открыли еще один ковидный госпиталь в Благовещенском районе на базе терапевтического корпуса ЦРБ. Там развернуто 90 коек, пациентов пока 17. За весь период пандемии в этом муниципалитете зарегистрировано 115 инфицированных. Все это время больных степной зоны доставляли в ковидные госпитали края. Но к этому дню они заполнены почти полностью. Все зависит от той площадки, на которой мы развертываем госпиталь. Мы рассчитываем по территории, которую прикрепляем к данному ковидному госпиталю. Мы оцениваем заболеваемость, как она быстро прогрессирует в том или ином районе. И в зависимости от того, что происходит в территории, принимается решение, либо мы госпиталь развертываем там, либо пациенты бригадами скорой помощи доставляются в уже существующие. Добавим, что не так давно было принято решение перепрофилировать под ковид госпиталь медучреждения Заринска и Новоалтайска. До конца недели на Алтае должны подготовить тысячу дополнительных мест для лечения коронавируса. Ситуация остается напряженной. За сутки 98 новых случаев заражения, 9 смертей. 246 пациентов сейчас находятся в тяжелом состоянии. 86 человек на аппарате ИВЛ. Стало известно о переносе матча баскетбольной команды «Барнаул» с московской командой «Руна Баскет». Игра должна была состояться в воскресенье, однако среди барнаульских баскетболистов двое заболели коронавирусом. Напомним, что от ковида сейчас лечится и губернатор Алтайского края. Недавно у него диагностировали двустороннюю пневмонию. Накануне Виктор Томенко обратился к жителям региона и своей палаты. Он говорит, что сейчас от разных людей ему приходят тысячи сообщений со словами поддержки. Губернатор, в свою очередь, попросил жителей края поберечь свое здоровье. Детсад закрыт, в школе сокращенные уроки, в домах не разуваются. Поселок Пруцкой Павловского района замерзает. Отопление туда так и не пришло, хотя уже несколько дней по ночам минусовая температура. Тему продолжит София Яценко. Вот так и греемся, включаем камин, в одной комнате живем. Цветы и то даже мерзнут. Поддерживает жизнь обогреватель. В поселке Пруцкой зима совсем близко. Отопительный сезон начался, но в квартирах 14 градусов. В семье Веры Николаевны даже перестали разуваться дома. Вот, все подклеилось, все невыносимо. Нет, даже и тут, и то вот дверь рядом вроде бы, а все равно вот такая песня. Холодно вообще, невыносимо. Углы все мокрые, готовим, она все у нас это. И прям, я не знаю, обои подклеились. Спим, одетые в халатах, носках шерстяных. Постель сушила, сушила летом. Сейчас лечь невыносимо, как будто ее водой облили. Тепла нет не только в домах жителей поселка, страдают и социальные объекты. Садик, несмотря на низкую температуру, продолжал работать. Закрыли его только сегодня, на три дня. Как говорит заведующая, из-за подачи отопления. В Пруцком четыре котельных. Одна старая настолько, что в этом году ее решили не эксплуатировать. Всю нагрузку берут на себя три новых, модульных, для больницы, детсада и школы, и жилых домов. Сдали эти объекты, по словам жителей, в этом году. Так они и стояли до осени. Во время съемок мы тоже не увидели на котельных рабочих. Поставили новые модульные котельные, пока не запустили. Идут ремонтные работы. В данный момент детский сад закрыт на прессовку труб. Как бы двухгодовал их держать, 17 градусов температура, но это вообще нереально. Дети в двух слоях одежды. Как бы холодно. Они начинают вплоть до того, что да, там и писькаются, и все. Просто нереально. Школа продолжает работать в прежнем режиме. Сейчас здесь проходят уроки. Но увидев нашу съемочную группу, двери закрыли. Комментарии давать отказались. Работает на уроки сокращенные. Этому дети рады. Обогреватель в здании не поставить. Это противоречит пожарной безопасности. Из-за нарушения санэпидтребований температурного режима школу и вовсе могут закрыть. Холодно в школе, конечно. Очень холодно в квартирах, очень холодно. Вообще все время самоходное отопление, да, везде дадут, а у нас... Расценки дикие на вообще на тепло у нас 6-7 тысяч в месяц. А вот и даже и не говорят, когда и чего. Говорят, что не опробированы еще новые котельные. Ничего такого не происходит. У нас как бы все будет хорошо. Вообще такая ситуация. Ситуация каждый год? Или вот первый раз? Ну как ситуация? Ситуация, она бывает разная. Форс-мажор. Вот, пожалуйста, они запустили, не пошло. Они же не могут рисковать. Правда, котельная – это газ. Поэтому все очень серьезно, опасно. Но сейчас вопрос решается. Запущена первая котельная, которая будет отапливать детский сад. В данный момент ведется работа по запуску основной котельной мощностью. Два котла по 2,5 мегаватта. После этого будет запущена третья локальная котельная, которая будет отапливать амбулаторий. По словам главы района, в систему отопления поселка за последние два года с помощью краевого бюджета вложили почти 50 миллионов рублей. Поэтому Воронов уверен, что Пруцкой станет самой теплой точкой на карте района уже в ближайшие дни. София Яценко, Александр Антропов. День с толком. Минздрав в крае закрыл дело о смерти пациента, которого трижды отказали сгоспитализировать в гнойную хирургию 8-й горбольницы, несмотря на показания врачей. Об этом нам рассказала дочь умершего Екатерина. Напомним, житель Бурнаула Николай Бочкарев скончался в сентябре. Его дочь уверена, трагедия произошла из-за врачебной халатности. Она письменно обращалась в Крайздрав. Мы тоже направляли ведомству запрос. Там ответили, что никаких обращений от родственников не поступало. А мы получили комментарии о том, что результаты расследования сообщат семье умершего. На днях Екатерина смогла дозвониться до ведомства. Они говорят, что дело обращения закрыто от 29.09. В связи с тем, что человек умер. Поэтому информацию никакую никто предоставлять не собирается. Добавим халатным отношения врачей 8-й горбольницы считают и другие барнаульцы, о чем они писали в комментариях в соцсетях. В ближайшее время мы вернемся к этой теме. А теперь к другим новостям. Молоко пропадает. Поголовье на грани вымирания. Бизнес самой большой козьей фермы Края несет огромные убытки. Садоводство перекрыло дорогу шлагбаумом и забором. Теперь к ферме невозможно подвозить корма и струйматериала. Из фермы вывозить сырье. Месяц назад мы уже пытались пообщаться со всеми участниками конфликта. Сейчас на стороне фермеров прокуратура. Но решает ли это проблему? Расскажет Андрей Дреер. Шлагбаум на месте садоводства «Звездный-2» в Зудилово перекрыло дорогу к самой большой козьей ферме в Крае. Месяц назад мы здесь уже были. Тогда председатель садоводства общался недолго. Почему люди здесь не могут проехать, в том числе и журналисты? А если пожары, извините. Отказал в комментарии и сегодня. Хотя теперь на стороне фермеров прокуратура. Садоводство обязали убрать шлагбаум. Так как он мешает проезду на территорию общего пользования и преграждает путь пожарной техники. Но шлагбаум на месте. На месте и забор поставлены поперек дороги тем же садоводством. Несмотря на решение инстанции, забор пока не планируют убирать. Более того, существует риск, что его продлят. А пока работникам фермы приходится вот так под него буквально нырять. И если и здесь все перекроют, что останется людям? Обходить через лес. В объезд через лес бизнесмены добираются до фирмы. Но провести по песку и грязи корма, стройматериалы или готовое сырье невозможно. Буквально неделю, где-то дней 10 назад нам пришлось вывезти весь крупнорогатый скот. Потому что количество таких кормов мы уже не можем... Нам не хватит наших кормов на то, чтобы сохранить крупнорогатый скот. Поэтому пришлось убрать. Сейчас остались только элитные козочки. Это порядка 500 голов. Которых необходимо сохранить. Бизнес на грани угрозы. На данный момент идет полностью выживание бизнеса со всех сторон. При этом фермеры готовы к компромиссу. Предлагают садоводству установить публичный сервитут на пользование дорогой. Оставить ее для общественного доступа. Ведь она нужна и сельским жителям ездить в лес по грибы. Имеется установленный факт самозахвата земель. А именно на сегодняшнем судебном заседании в арбитражном суде представитель ответчиков СНТ «Звездный-2» предоставил сведения о том, что часть земельного участка принадлежит физическому лицу. Вместе с тем земельный участок сформирован из земель Гослесфонда, а также из земель общего пользования. К последним относится как раз дорога, из-за которой и возник конфликт. Почему ее закрыли, представители садоводства понять так и не удалось. Зато известно, что если ее не откроют, в ближайшее время бизнес придет в упадок. Андрей Дриер, Алексей Фризин. День с толком. Запретные игры в Крыевой столице. Наша редакция обнаружила сразу несколько игровых автоматов в разных точках города. Напомним, уже более 10 лет подобные автоматы вне специальных игровых зон запрещены. Интересно, почему на это все закрывают глаза? И до чего может довести безобидная игра? Расскажет Ирина Корчагина. Вот такие ночные концерты женщине и ее соседям приходится терпеть регулярно. Драки, разборки, песни, корень зла – это пивной магазин. Время 7 утра. Подойдешь, парням скажешь, выключите, пожалуйста, музыку. А что? Что вы нам можете сделать? Полиция туда и заходит, и смотрит. Они это все видят. И, видимо, даже полиция не замечает, что в магазине установлен игровой автомат. На вид обычный платежный терминал. Продавцы о запретных играх якобы слышат первый раз. А это крытый рынок. Наша съемочная группа отпугнула игроманов. Обычно здесь выстраиваются очереди. Я человек простой, поэтому не особо умею играть в такие игры. И уже на протяжении пяти минут спускаю деньги нашего редактора. И вообще складывается впечатление, судя по этим комбинациям, что, чтобы что-то здесь выиграть, здесь надо потратить далеко не 100 рублей. А ведь за установку подобных автоматов грозит крупный штраф и лишение свободы до двух лет. Сама игра запрещена. Запрещено проведение вне зон или в отсутствие лицензии. Почему пользуется электриктор автоматами? А это все просто. Здесь в момент психологии гораздо проще. Ты вставил средства и можешь только сейчас получить больше. Можно прийти и получить эти средства. А в онлайн, к кому ты обратишься, как их вывести? Проценты за переводы из кошелька на кошелек. А вот до чего могут довести безобидные игры в автомате. Игроман Артем уже месяц находится в реабилитационном центре в Косихинском районе. Вместе с ним свой мозг здесь перезагружают наркоманы и алкоголики. Многие признают, что их зависимость уже перешла в болезнь. Она мне уже не приносила какого-то неудовольствия. Но я видел, что одни проблемы. Проблемы в семье, у меня и со знакомыми. И долги. И я уже стал сравнивать, какая разница, что наркоман, что я игроман. Ну, закинули туда 100 рублей. Ему выдал, он 1000, допустим. Все, он не может остановиться. Здесь люди с разных слоев общества есть. И, так сказать, узнаваемые люди нашего города. И очень состоятельные. Даже с деревень обращаются фермера, очень крупные, что проигрывают очень большие деньги. Случай на днях был. Девочка у нас была. За выходные 200 тысяч проиграла. Просто с телефона. В реабилитационном центре игроманы проводят около года. Никаких гаджетов, интернета. Люди осознанно от этого отказываются. Каждый день расписан практически по минутам. Стас, если можно так выразиться, выпускник этого центра. Сейчас он работает на заводе, занимается боксом. Но до этого 4 года почти не выходил из дома. И весил 140 килограммов. Кухня, компьютер, туалет. Все. Когда привезли его, ну, это просто пародия на мужика была. Знаете, ноги, когда вот так вот опухают, у него в сланцах ходил, потому что в кроссовки ноги не влазили. Лень. От лени, может, от дниночества. Вот это вот все. Когда человек один, ничем не занимается. Все события, которые с вами произошли за последние 5 лет без этой игровой зависимости, это стоило того, чтобы отказаться от игр? Да, конечно. Это как будто две разные жизни. Но далеко не все истории заканчиваются таким хэппи-эндом. Многие теряют семью, работу. Конечно, онлайн-казино, ставки, все это давно перекочевало в интернет. Зачастую к ним трудно ограничить доступ. Большинство сайтов зарегистрированы за рубежом, в других юрисдикциях. С этим механическим грабителем, конечно, попроще. Тут же забрал свой выигрыш и не ломаешь голову, как из интернета вывести деньги на свой счет. Но почему в городе вот так спокойно просто работают игровые автоматы, которые соблазняют на легкие деньги и на тяжелые последствия? Этот вопрос мы намерены адресовать правоохранительным органам. Ирина Корчегина, Николай Шелко. День с толком. А эти деньги нелегкие, а заработанные с 1 октября их станет больше. С этого дня на 3% выросли зарплаты. Такие изменения принес новый месяц. Чей труд теперь стоит дороже, какие еще нововведения ждут жители региона, расскажем далее. Небольшой рост зарплат в 3% ожидает бюджетников. Повезет не всем. Среди счастливчиков – военнослужащие, росгвардейцы, полицейские, пожарные, таможенники, сотрудники органов исполнительной власти и судей. Большую часть социальных выплат с октября переведут на карту МИР. Тех, кто до сих пор не пожелал перейти на МИР добровольно, будут принуждать. На ваших экранах категории жителей, кому выплаты планируют перечислять в рамках национальной платежной системы. Послабления, связанные с пандемией, закончились. Хотя сама пандемия, как это ни парадоксально, вновь набирает обороты. Итак, пособия по безработице больше не будут повышенными. Льготы на оплату ЖКХ автоматически не продлятся. Этим нужно заниматься самому. Также придется действовать с получением пенсии и пособий по инвалидности. Автоматическое их продление в прошлом. С этого дня, чтобы получить выплаты при рождении и усыновлении детей, нужно снова подавать заявление. И в завершении новость для автомобилистов. Ранее без техосмотра тоже из-за пандемии можно было получить ОСАГО. Но с 1 октября процедура техосмотра вновь стала обязательной. Татьяна Голубева, день с толком. В Новолтайске появился памятник, посвященный учителям-фронтовикам. Сейчас на объекте идут финальные работы. Известно, что памятник откроется ко дню учителя. Скульптурную композицию установили во дворе лицея номер 8. Место выбрано не случайно. Лицей был основан на базе железнодорожной школы номер 102, в которой даже во время Великой Отечественной войны не прерывался учебный процесс. Несмотря на то, что многие педагоги уходили на фронт, а подростки трудились на вагоностроительном заводе. Известно, что памятник установили на средства спонсоров и частных лиц. Его автор – народный мастер Алтайского края Сергей Мозговой. Кстати, именно в этой школе сейчас преподает один из самых молодых учителей края. Евгению всего 20 лет. Он еще сам учится в университете. Утром на уроке в школу, днем на пары, а вечером парень подрабатывает официантом. С ним познакомилась Ирина Корчагина. Главную проблему и так дальше по списку. Ну, Борис Годунов – это произведение, которое… Неформальный и творческий. Евгению 20 лет, а он уже учитель литературы. Парень старше своих учеников всего на 6 лет. И на дисциплину это никак не влияет. Когда-то молодой педагог сам учился в этом лицее. Теперь для своих учителей он не просто Женя, а Евгений Вячеславович – коллега. В прошлом году, когда он у меня был членом жюри, мы проводили такой чемпионат по чтению вслух «Открытый рот». То есть я его пригласила. Ну и в разговоре я говорю, приходи к нам работать. Ну, это была некая даже шутка, возможно. Ну вот в этом году получилось так, что у нас был недостаток среди педагогов. Причем я ему не звонила, он пришел сам. Ну и вот нужно сказать, что работает только вторую неделю. С методикой обучения студент особо не знаком. Пока помогают наставники. Кстати, Евгений учится на третьем курсе в Алтайском госуниверситете на отделении журналистики. Здесь я учу детей сначала, потом еду на пары, потому что у меня во вторую смену примерно. Ну, с часу, с трех. И затем у меня еще одна работа даже есть. Я работаю официантом шашлыков. И потом снова сюда. И вот так вот по кругу. А вы спите вообще? На парах, да. Я считаю, что вообще молодежь должна идти в школу, потому что сейчас огромная возможность для молодых педагогов. Можно выстроить достаточно хорошую, какую-то перспективную свою, в общем-то, даже карьеру горизонтальную, потому что школа – это то место, когда никогда не бывает скучно. И наша работа – это классная работа. И хотя молодой педагог не уверен, что хочет навсегда остаться в школе, пока он не разочарован своим выбором. Особенно, когда на уроках его ученики начинают рефлексировать и думать своей головой, без шаблонов. Ирина Корчегина, Александр Антропов. День с толком. На этом у меня все. Звоните нам в редакцию по телефону 205-545. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова